Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи «Быть или не быть патриотом». И сегодня в гостях у нас директор частного кадетского колледжа «Север» Чебакова Ольга Анатольевна. Здравствуйте всем. И Злоказов Николай Евгеньевич, член регионального совета боевого братства. Добрый день. Оба моих гостя давно занимаются воспитанием патриотизма в юношеской среде, знают о нем не понаслышке, поэтому прежде всего хочу задать вам такой вопрос. А что, собственно, такое патриотизм? Можно ли дать какое-то однозначно определение этому явлению? Ну, я думаю, мы первые дадим слово девушке. Ну, я готова ответить. Я считаю, патриотизм — это такое чувство, это чувство, это не качество, чувство — любовь. Любовь или привязанность к родине, преданность ей, готовность идти на жертву ради нее. Я считаю, патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранить ее характер и культурные особенности. Ну и словами своими говоря, это любовь к своей стране. Николай Евгеньевич, как вы? Да, я полностью поддерживаю Ольгу Анатольевну в этом плане. И, конечно же, хочу сказать, что это в первую очередь любовь к родине. И самое главное, я думаю, что это поступки, которые совершает человек, которые обначают эту любовь к родине. То есть и в жизни поступки, и обучаясь в школе, когда учатся в школе, какие-то поступки делают там правильные. И вообще то, что делает человек осознанно для любви к родине, это, я считаю, что патриотизм. То есть именно поступки означают патриотизм человека. Ну вот интересно, за две неполных минуты семь раз было слово родина произнесено. И у меня тогда соответствующий вопрос. Ну а что такое родина? Вот что такое родина? Как далеко она распространяется? Это территория страны, государство. Должен ли я любить Камчатку или Сахалин, неизвирая на то, что никогда там не был? Или родина – это то, где ты родился, то, что принято называть малой родиной? Ну тогда должен ли я не по долгу, не по закону, а из патриотических чувств защищать ту же Камчатку и Сахалин, так называемую большую родину? Ну кто попробует ответить? Давайте я скажу. Конечно же, в первую очередь, человек, когда рождается, он считает родину свою, это малую родину. И у него есть такая привязанность к этой малой родине. Даже если человек уже потом вырос и встал на взрослую колею, то есть он все равно возвращается к своим малым истокам. И он помнит это и чтит эту малую родину. Он приезжает, вспоминает и чтит всех своих родителей, бабушек, дедушек. Я считаю, что вот этот патриотизм, как раз малая родина отличается от того, что человек родился там. Ну и патриотизм своей страны, родины, я считаю, что родина, она везде наша граница, где наши страны, это наша родина считается. И мы должны защищать свои границы, нашей родины, как защищали наши прадеды, деды во время всех конфликтов, войн. Ну, смотрите, я уже на свете пожил немало, и за этот период границы нашей родины несколько раз менялись, причем очень существенно. Да в каких границах я должен любить родину? Ну, в 90-х годах распался Советский Союз. До этого нашей родиной было еще плюс 15 республик. Сейчас у нас присоединился Крым, возможно, будут присоединены еще какие-то территории. Где та граница, которой я должен... Или мы все-таки не к границам эту любовь-то имеем? Что такое любовь к родине? Ольга Анатольевна, попробуйте. Вообще, когда кто-то говорит на тему родины, и сразу вспоминаю строчки, с чего начинается родина. С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущими в нашем дворе. С той песней, что пела нам мать. Вот мне почему-то кажется, территориально это узкое место, то есть реально там, где родился человек. Если каждый из нас, человек, который родился и сделал это место лучше, красивее, то в целом наша страна вообще будет успешна. Я за то, что родина это малая часть, и наша задача эту часть земли украсить поступками, делами, словами. Но все-таки я не услышал того ответа, который я хотел услышать. Мы должны любить большую родину? Не без этого. То есть если давать определение патриотизму, это любовь к родине, то есть к стране, а Россия вот в целом территориально огромная и большая. То есть это не территория, а это вот образование России. Да, да, да. В каких бы территориях она ни находилась. Да, безусловно. Хорошо. Государственная связь, да. Устраивает. Такой ответ устраивает. А вот еще, знаете, говорят, бывает правильный патриотизм и неправильный или ложный патриотизм. А вот что такое правильный и что такое ложный патриотизм? Как их не перепутать-то между собой? Ну, я думаю, что мы уже чуть-чуть коснулись этого лжепатриотизма. То есть это реально поступки и дела. Лжепатриотизм — это можно с трибуны говорить разные лозунги о счастливом будущем. То есть это лозунговый патриотизм. Да, это крики, выступления, призыв к чему-либо. Но это только слова. То есть не подкреплен к чему-либо. То есть чиновник выступает, призывает, а его сын не служит в армии. Да, вот это получается лжепатриотизм. Но это уже не лжепатриотизм сына, а не самого чиновника. Вот плохо то, что он воспитал его не в духе патриотизма. Сын-то может и хочет, а папа сделает все возможное, чтобы он не служил. Ну, может быть, это сейчас лжепатриотизм. Ну, я считаю, что лжепатриотизм — это патриотизм, в кавычках, с какой-то корыстной целью. Я думаю, что если люди занимаются патриотизмом и потом говорят, что давайте мне заплатить такую-то сумму или что-то еще, вот в каких-то корыстных целях, вот это, мне кажется, лжепатриотизм. То есть они ради своей наживы. В смысле, как занимается патриотизмом? Пропагандируют его, что ли, или как? Ну, вот, как бы они лозунги говорят патриотические, но они это делают в целях корыстных. То есть, как бы, для зарабатывания денег и каких-то что-то еще. Ну, я даже не представляю себе такую ситуацию. Ну, есть такая ситуация. Наверное, вы знаете, да, лучше. Итак, патриотизм — это любовь к родине, к территории, на которой ты родился, живешь, защита этой территории от врагов. Но вот в чем вопрос. И в зависимости от ответа на него мы так к этому патриотизму и должны относиться. Вот патриотизм — это врожденное качество, то есть, которое передается по наследству, которое вне зависимости от того, значит, где, когда ты родился, оно у тебя само присутствует. Или это приобретенное, то есть, качество, которое можно воспитать, которого изначально в человеке нет. И я думаю, что это второе. Это нужно воспитывать. И воспитывать прямо с детского сада, даже может еще и раньше. Вы когда говорите «нужно», у меня так я сразу напрягаюсь. Кому нужно, зачем нужно, почему нужно. Вам это зачем? Качество — это воспитуемое. То есть, это надо воспитывать в ребенке с самых ранних лет. Благие мысли, благие дела. Я думаю, что оценка в школе — это тоже некая мера ответственности ребенка. И это тоже, ну, может, какая-то часть патриотизма. Посадить дерево, не выкинуть билетик в парке. Ну, хорошие примеры, да, согласен. Вот именно с этого, маленьких детей, ступенька за ступенькой, мы идем выше и выше. Но ведь, вот, Николай Евгеньевич, хотел добавить. Да, я добавлю, да, конечно. Я думаю, что слово «патриотизм» есть, может быть, на генном уровне у российского народа. У Руси, у российского народа на генном уровне. И, конечно, понятно... Ну, гены — это то, что присуще каждому индивидуальному человеку. То есть, Руси или отдельному человеку, как-то так? Как бы, вот, я думаю, что нашему обществу всему. Как бы, вот, не знаю... Ну, хорошо, русскому обществу присуще или российскому обществу присуще. А, ну, скажем, немцы присущи патриотизму или нет? Ну, я думаю, да, патриотизм... То есть, у них тоже есть, да? Да, 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 как бы, да, ну... Ну, а если русский родился в Германии, он патриотом чего будет? Ну, есть у нас людей, которые люди живут и за границей, но они патриоты своей родины. Нет, а если он родился, вот, у россиян родился ребенок в другой стране. Он патриотом чего должен быть? Россией или той страны, в которой он родился? Ну, если вы говорите, что это генное чувство, принадлежит, так сказать, родиной... Ну, я сказал, в общем смысле. Как бы так. Ну, и, конечно же, я понимаю, что патриотизм надо, конечно, воспитывать с малых лет. И это сто процентов, вот, с Ольгой Анатольевной соглашусь, потому что на своем опыте, на своем примере видно, когда я работал в военно-патриотике, в военно-патриотическом испытании, видно, что дети, которые не воспитывались в патриотическом плане и которые воспитались, то они намного в поступках своих преобладают, вот, именно, что патриотическая направленность такая вот. Ну, я все равно вас немножко еще помучаю насчет врожденного чувства патриотизма. Но вот если это, так сказать, врожденное чувство, а можно осуждать тех, у кого оно отсутствует? Может быть, это такое генетическое отклонение? Возможно, генетическое отклонение, возможно, да. Ну, а если это болезнь, то как можно осуждать человека, что он не патриот? Ну, значит, если вот такого есть отклонения, значит, надо воспитывать его в этом отклонении. Такие всеврожденные, как воспитывать? Воспитать можно, я думаю, все равно. Ну, хорошо. Если это чувство, которое приобретается под гонением культуры и воспитания, то как можно судить о том, каким патриотизмом должен быть человек, каким, то есть как он должен воспитываться, что правильно, а что ложно. Если патриотизм не имеет вот таких онтологических, скажем, бытийственных основ, то получается, что это лишь изобретенный, ну, тем или иным государством стимул для вдохновения своих граждан на какие-то подвиги, желательно бесплатно. Или при этом каждый будет вкладывать свой смысл в патриотизм. Вот вы так считаете патриотизм, другой так. А чем воспитывать? И почему вообще надо воспитывать вот такой патриотизм, а не другой? То есть, может быть, для кого-то патриотизмом является просто прийти на участок для голосования и проголосовать там за что-то, а для другого отдать жизнь, так сказать, за Родину. Где пределы патриотизма? То есть, вот если это воспитываемое чувство, то очень ведь важно, чему мы должны воспитывать. Я думаю, что мы должны просто делать правильные и добрые дела во благо нашего государства, нашей Родины, вот и все, и вот это патриотизм считается. То есть, например, бабушку через дорогу перевели, где-то помогли кому-то, получили же оценку 5, например, на уроках, тоже патриотизм считается, потому что человек учится, он потом постучает образование и этим помогает нашей же стране, Родине. Ну, во благо государства и Родины. А вы не хотите разделить, вот, отличить Родину от государства? Вот страна и государство это разное понятие. Да, разное, да. Родина это вообще страна, не государство. А вы так как бы так смешали, так сказать, в интересах государства, в интересах Родины. Так он в интересах Родины должен патриотом быть или в интересах государства? У меня потом будет позже к вам вопрос насчет одного деятеля. Он как раз в интересах государства патриотизм проявлял. Смотрите, все равно человек рождается, юноша, мальчик родился, он вырастает юношей, он служит в армии. Он защищает, идет служить в армии, он защищает интересы Родины, но и государства так же точно. Так и получается. Это же патриот. Не знаю, это ваше мнение. Потому что он патриот, он идет в армию. Есть ребята, которые настроены не служить в армии, я считаю, что это не патриоты. Вы знаете, во многих странах армия исключительно является контрактной. Не на добровольной основе, как у нас, или вернее добровольно-обязательной. Вот если добровольно, я ищу свой патриотизм, обязательный по закону. А на контрактной основе, то есть ему платят за это деньги. Это для него работа. То есть так же, как за любую работу, и он идет служить, потому что он так зарабатывает деньги. И при чем тут патриотизм? Ну, он же рискует своей жизнью на этой работе, так ли? Рискует. Много кто рискует. Геологи рискуют, монтажники рискуют, глубоководники рискуют. У нас вообще много рисковых. Вон сейчас эти самые с ковидом борются врачи, они тоже рискуют своей жизнью. Они тоже патриоты в этом смысле. Так. Так получается, все, кто работают, все патриоты. На благо государства, на благо нашей Родины поправлюсь. На благо нашей Родины. Я думаю, да, патриоты. Ну, а почему не на благо государства? Государство же тоже о нас забудется. Ну, да, вопрос-то такой. Да, вопрос-то, да. Неоднозначный. Может быть, да. Потому что очень сложно различить, где кончается государство, начинается Родина. Я согласен. Ну, хорошо. А может мне еще дополнить? Я бы очень хотел, чтобы вы дополнили. У меня мысль такая. Патриотизм — это... Почему нельзя без патриотизма? Это мое мнение такое. Патриотизм — это некий ориентир, то есть некий фундамент, может, ну, любовь к Родине. Представьте, когда человек теряет некие ориентиры и теряет смысл и так далее, тогда вообще вопрос, зачем же быть, зачем же жить, если нет, не испытываешь любви к Родине, если ты равнодушен ко всему, то вообще чувство, мы же говорим о чувстве, патриотизме — это чувство, это любовь, это гордость за Родину. Представьте, этого нет. То есть нет неких ориентиров, правил, норм, нет ценностей в жизни человека. Вопрос тогда, в чем смысл жизни? И если вот можно провести аналогию, вот, допустим, почему происходит самоубийство, то есть теряет человек смысл жизни, у него вопрос не в том, что ему не на что жить, там существовать денег нет, а именно теряет смысл к жизни. Нет ориентиров, нет ценностей. Я вам рекомендую послушать одну из наших предыдущих передач, она как раз была посвящена смыслу жизни. И, конечно, не все так однозначно, то есть самоубийство человек совершает не обязательно. От того, что он от потери. Я согласна, но это тоже может быть. Много разных обстоятельств может быть. Ну, я думаю, что, например, Ольга Анатольевна сказала как раз по ценности. Я думаю, что есть у людей и ценности, и нет патриотизма, бывает такого. И они живут себе спокойно, припеваючи, и не думают о таком патриотизме, как любовь к родине. Если так есть, так я. Да, давайте мы более конкретизируем, а то мы так философствуем немножко. А вот какими действиями людей проявляется патриотизм сегодня? Из истории нашей страны мы знаем массу героических примеров, когда наши граждане проявляли мужество и патриотизм. Но как сегодня обстоят дела? То есть, где сегодня вот это место, где человек может проявить свой патриотизм? Ну, исключая, понятно, военное действие, потому что там само собой. Но ведь не все воюют. А где человек может проявить это? Мне кажется, везде. Ну, пример. Вот пример конкретный. Допустим, для меня, если вот уйти на уровень быта, условно говоря, это просто хорошие поступки. Вот если я работаю с детьми, и если они защищают друг друга, защищают семью, защищают матерей, это тоже некий момент патриотизма. Вот для меня это реально хорошие поступки. Николай Игоревич. Я соглашусь тоже, опять же, с Ольгой Анатольевной, потому что вот если человек патриот, он будет делать добро всегда людям, помогать им во всем. И, ну, если смотреть со стороны нашего государства, вот сейчас именно в последние годы очень часто на высшем уровне идут награждения ребят, которые, детей, которые провели какие-то героические поступки. И я думаю, что вот это как раз проявление, высшее проявление этого патриотизма, когда дети достают тонущего мальчика, кого-то там, что-то там где-то из пожара вытаскивают кого-то, даже кошку достали из пожара, и то уже это патриотизм, потому что они рискуют своей жизнью. Вот то, о чем вы говорите, это такой героизм, то есть героический патриотизм. Мне интереснее, кстати говоря, точка зрения Ольги Анатольевны, которая увидела патриотизм вот в повседневной жизни. В повседневной жизни. Но вот вы так все равно как-то общими словами, а вот давайте конкретный пример. Ну, вы работаете с ребятами. Пример патриотизма ваших школьников. Ну, допустим, возьмем наш колледж, да, 8.00 построение, и дети вживую поют гимн. Гимн знают все наизусть, поднятие флага, то есть они знают всю атрибутику, знают, как выглядит флаг, они наизусть знают гимн, то есть они знают, как себя вести при исполнении гимна. То есть вот эти маленькие моменты и формируют вообще полностью вот, так сказать, систему воспитания. Знаете, вот патриотизм еще принято различать по территории действия, по силе выраженности. Например, говорят об имперском патриотизме, об ура-патриотизме, мы уже сегодня говорили, об ультра-патриотизме и так далее. Вот каков, на ваш взгляд, скажем так, нормальный уровень проявления патриотизма? Потому что когда слишком чего-то много, тоже бывает перебор. Вот обязательно эта готовность отдать жизнь за родину, но ведь человек может быть и не готов, это очень трудно взять и отдать свою жизнь. Но тем не менее это говорит о том, что он не патриот, если он не готов умереть. Возможно, какие могут быть примеры, где-то грань, о которой можно говорить, что все-таки человек патриот или не патриот. Наверное, все-таки поступки, это как бы уровень поступков, то, что он делает именно. И поступки все равно, они идут через воспитание. Ну, какие поступки говорят о том, что он не патриот? А вот чуть-чуть сместить, и он уже патриот. Вот шкала, где водораздел? У нас, смотрите, вот есть в жизни, что такое хорошо и что такое плохо. И как бы вот... Ну, это вот, вы знаете, я бы так сказал, это не дядя Степа, да? Да, понятно. То есть хорошо и плохо, это понятие для каждого человека очень относительное. То, что хорошо для вас, может быть плохо для меня. Я согласен. Ну, вот тут как бы неоднозначное мнение может быть, конечно, да. И вот трудно разделить, конечно, все это. Но все равно, когда человека видишь и видишь, что он говорит, что он делает, то ты его как бы сразу определяешь. Патриотом нет нашей Родины. Это на интуитивном уровне. На интуитивном, это не очень субъективно. Мне нельзя ошибиться на интуитивном-то уровне. У нас ведь многие ошибаются. Как бы оценивая подряд из них. А ярлык-то уже навешан. А ошибочка вышла, ярлык висит. Потом попробуй отмойся. Ольга Анатольевна, попробуйте. Не отмыться, а вот сказать свою точку зрения. Где тот водораздел, который отвечает патриотам? Конечно, безусловно, он у каждого свой. Кто-то готов гору свернуть, кто-то у кого-то героин зашкаливает. Но все идет из семьи. Я думаю, что мы должны чтить в первую очередь отца и мать. То есть это основа основ. И если в семье ребенок вырос в любви, в уважении друг к другу, то есть у него же, мне кажется, вот эти некие ценности базовые уже будут сформированы. И с этим ребенком реально легче работать и прививать, вот, прививать, вообще, вообще с ним легче работать. Прививать разные качества. С ним работать легче. Он слышит, видит, понимает. Вот этот ребенок не доложил учителю о проступке своего сокурсника, одноклассника. Он патриот или он не патриот? Или он предатель, да? А смотря какой... Я думаю, что надо понимать, какой проступок. Если он не навредил самому себе и скрыл, может быть, неправду. Это один момент. Ну, хорошо. В общем, вопрос оказался слишком сложный, чтобы его, так сказать, разгрызть. Я не буду вас мучить. Ну, нет и нет. Давайте тогда вот поговорим о другом. Как отличить государственные интересы, мы уже сегодня с вами начинали об этом говорить, которые во многом определяются идеологией правящей элиты от интересов Родины, которая защищает патриоты. Ведь интересы правящих элит в тот или иной период истории страны могут, ну, существенно отличаться, я бы сказал, диаметрально. Например, такими противоположными интересами были, ну, интересы правителей царской России, советского государства и современной России. Совершенно разные интересы. Вот как отличить все-таки государственные интересы, которые именно проявляются во имя Родины, а которые не во имя Родины? Ну, я думаю, что на данный момент, проживая сейчас в настоящем времени, легче, потому что идеология нашего президента – это патриотизм, в принципе. И я думаю, что мы близки, так как патриотизм – это, то есть наши интересы и государственные интересы – это любовь к Родине, стремление ее защитить и сохранить. Так, вы думаете, что во времена, ну, скажем, давайте, в царскую Россию, в царской России были другие… Ну, я думаю, что там другая идеология. Не было любви к Родине. Не было любви к Родине. Нет, она была, но она… За что воевали? Что кричали солдаты, когда шли в бой? Они за царя, за отечество. Что кричали солдаты, которые шли в бой во время Второй мировой войны? За Родину, за Сталина. За Сталина, в общем-то, тоже Сордая Родина, да. Я не знаю, что сейчас, как бы, тут, наверное, Николай Евгеньевич, он ближе, у него есть, я так понимаю, воспитанники, которые и воюют, и воевали. Ну, да, конечно, границы нашей Родины защищают, и воспитанники также точно. И вот, не хотелось затрагивать тему спецоперации, но воспитанники участвуют в этой спецоперации и защищают интересы, может, даже не границы, а интересы нашей Родины. Значит, они правильно были воспитаны нами? Я думаю, да. Я думаю, да, правильно. Воспитанные с малых лет, со школьных, есть ребята, которые не пошли по этой линии, хотя были воспитанниками, но я их за это не осуждаю. Потому что, как мы и говорили, что у всех чувство патриотизма проявляется в разных направлениях. Ну, вот они решили так, значит, так и есть. А вот и теперь давайте все-таки поговорим о Павлике Морозове, о котором вы сегодня несколько раз упоминали. То есть, есть ведь определенная проблема. Сегодня его историю, Павлика Морозова, подают абсолютно по-разному. Но давайте рассмотрим с точки зрения того, как она подавалась советской властью, а именно он герой. Потому что ради государственных интересов пошел против семьи, дал против отца и против деда показания в судье, за что в итоге и был убит своими же родственниками. Какая здесь дилемма? С одной стороны, Павлик борец с кулаками патриот советского государства. Неоднократно сообщал властям о ставших ему известных фактах нарушения закона. С другой, он предатель своей семьи. Его отец, в том числе из-за его показаний, был осужден на 10 лет тюрьмы. Но ведь само слово патриотизм происходит от слова патр, отец, а Павлик предает отца. Как вы считаете, является ли Павлик Морозов в этом случае патриотом? И что делать человеку, когда на его глазах сталкиваются интересы семьи и государства? Такой непростой вопрос. Ольга Анатольевна, попробуйте. Это очень сложный вопрос. Потому что, учась в начальной школе, нам Павлика Морозова описывали как настоящего героя, что он реально правильно поступил, становясь старше. И размышляя над этим вопросом, предатель он все-таки или патриот, тут уже некая дилемма. С одной стороны, он не писал доносов, он сказал, в принципе, правду. Он сказал правду. Он сказал правду. О чем... Но должен был он ее говорить против отца. Ведь у нас по законодательству даже есть статья 51, которая дает право не свидетельствовать против своих ближайших родственников. А если мы берем не законодательство, а, так сказать, закон Божий, то есть в Ветхом Завете пятая заповедь Божья, она говорит, почитая отца и... И мать своих. Ну, родителей своих, да. То есть он... Но если с точки зрения патриотизма, он защищал свою семью, он защищал свою мать, он защищал своих братьев, потому что отец издевался и бил их. Он встал на защиту части семьи. Он мог этого не делать. Он мог этого не делать. Он был несовершеннолетним, его никто не заставлял давать эти показания. Но я думаю, что он не знал всей правды, что он мог и не говорить об этом. Ну, это очень сложный вопрос, и он реально, дилемма такая, что или он все-таки предатель, или он все-таки патриот. Его все-таки воспитала эта семья? Да, по принципу, из-за терраса Бульбы. То есть я тебя породил, я тебя убил. Дед убил. Но Павлика Дамороза воспитала как раз не семья, а школа, скорее всего. И вот вся идеология в его голове была сформирована не мамой и не отцом. Вот у меня тоже так кажется, что он был слишком молод и не смог разобраться. То есть под тем идеологическим давлением, которое в тот момент происходило на стране, конечно, это беда. Это беда этого человека, который пострадал, потому что попал под давление, под идеологический пресс определенный. То есть он поверил советскому государству, но это советское государство не смогло его защитить. Потому что он обращался, кстати говоря, известный факт, что он за неделю до убийства обращался к местному как милиционеру, то есть участковому. Было написано заявление о том, что он боится за свою жизнь, что ему угрожают. Но, тем не менее, ничего советская власть лица этого участкового не предприняла для его защиты. Ну, семья должна быть на первом месте все равно. Я думаю, что если... Да, случаи такие есть, да. Нет, так-то страшно ощутиться в такой ситуации. И в наше время, я думаю, что таких случаев много. Бывают такие случаи. Хорошо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата». И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Быть или не быть патриотом». И мы обсуждаем эту тему с гостями передачи. Директором частного кадетского колледжа «Север» Чебаковой Ольгой Анатольевной и членом регионального совета боевого братства Злоказовым Николаем Евгеньевичем. Вот до перерыва мы в основном такие теоретические вопросы с вами обсуждали. Они оказались весьма сложными. Давайте перейдем, так сказать, к практике патриотического воспитания. То есть, каким должно быть правильное патриотическое воспитание? Каковы его принципы? Как сделать так, чтобы дети действительно росли патриотами, но, с другой стороны, любили своих родителей, не предавали ни родину, ни семью, чтобы таких Павликов Морозовых у нас больше не было? Я думаю, что воспитание должно быть, конечно, с малых лет детей. И самая, может быть, большая проблема, если человек не воспитан, ребенок не воспитан, это идет из семьи. То есть, если родители не могут, не умеют правильно воспитывать ребенка в этом плане, то они его никогда не воспитают патриотом. Я просто могу рассказать на своем примере, что у меня двое детей, как бы я с ними вместе, постоянно своим примером показывал, что нужно делать, как правильно, какие поступки нужно совершать. Деятельность именно патриотической направленности была многогранна вообще очень. То есть, мы там и купались в проруби, и ходили в походы, и пели патриотические песни, и занимались единоборствами. То есть, все это направлено на защиту, как раз на воспитание патриотизма в духе, может быть, я скажу, конечно, военно-патриотизм, потому что у нас был военно-спортивный клуб, но это все равно как бы приводит любовь к родине. Все равно. То есть, все направления деятельности, они приводили любовь к родине. И я думаю, что как раз своим примером родителей, если они будут воспитывать именно в таком направлении, любви к родине, какие-то поступки совершать правильно, то будет настоящий патриот у нас в России. То есть, самое главное, что правители умели воспитывать в этом направлении детей своих. Вот мне как-то вас слушают, и хочется так спросить, а как быть с хулиганами? Хулиганы могут быть патриотами? Потому что у вас так все получается. Правильное воспитание, правильное состояние, он должен быть таким идеальным каким-то мальчиком. А вот если взять даже и годы Великой Отечественной войны, и бывшие, оказывается, и хулиганы были героями, и ничего как-то... Как вот это сочетается-то? Смотрите, если мы воспитываем правильные детей, то нам проще потом будет... Основная масса населения, молодого, оно будет уже готово выполнять те патриотические функции нашей Родины, то, что есть. А вот хулиганы, я на своем примере тоже скажу, что есть такие ребята, которые двоечники, какие-то поступки плохие делают. Когда они их к себе привлекают, что их к какой-то деятельности, и начинаешь их перевоспитывать, они становятся мощной силой, хорошей в патриотическом плане. Могут быть хулиганы патриотами. Да, конечно, конечно. То есть это у них какая сила, и они вот, я думаю, что задевая вопрос спецоперации, как раз там ребята, которые, я не могу сказать, что там отличники, там как раз вот средние ученики там находятся, потому что простые парни, наши российские, русские парни, защищают как бы наши... Ну, как ты вот так скажешь, а отличники не могут защищать? Нет, могут, но как бы вот по... Как раз по тому, что я вижу, как раз по контингенту ребят, которые там находятся, вот как раз это есть ребята простые из деревень, из глубинки. Ольга Анатольевна, ваше мнение? Я думаю, что необходимо учитывать еще такой момент, что все люди приходят к пониманию патриотизма по-разному. Кто-то приходит через религию, кто-то приходит через историю, кто-то через искусство, кто-то через службу в армии. То есть я думаю, что задача учителя, воспитателя, преподавателя найти тропиночку вот к этому ребенку и понять, через что вывести вот этого ребенка и развить вот этот патриотизм у него. То есть у кого-то это через историю, книги, подвиги, герои, история в целом России. У кого-то через службу, через военную деятельность, то есть воспитание патриотизма. У кого-то через искусство и так далее. То есть задача взрослого, учителя, преподавателя найти вот этот подход к ребенку. Я вот рад, что вы как раз немножко так расширили границы. Почему? Потому что как-то у нас все получается, что мы говорим вроде бы только о мальчиках, о мужчинах. Но ведь девочки-то все. Согласна. С одной стороны это женщины, девушки, девочки. То есть а с ними-то как быть? Они же тоже патриотки, патриоты. Вот найти вот эту тропиночку и в каждом мальчике, и в каждой девочке. А у вас в вашем колледже, Север, есть девочки? Учатся и девочки, и мальчики. Но основной контингент, конечно, это мальчишки, но девчонок мы тоже ждем. А как они к патриотизму относятся? Ну, я думаю, что они не случайны у нас. Если они являются учениками и студентами нашего колледжа, то есть для них это патриотическая деятельность, это патриотическое воспитание. Они его принимают, понимают и хотят быть патриотами. Понятно. Ну, давайте, раз уж мы о вашем колледже заговорили, как принципы патриотического воспитания реализуются именно в вашем учебном заведении? Что вы, как их воспитываете, какие мероприятия? Ну, главный принцип – это системность, организованный подход. То есть все должно быть в системе. То есть нельзя провести раз в год урок мужества, проговорить на тему патриотизма и об этом забыть. Естественно, должно все складываться в систему. И сам учебный день должен расписан быть так, чтобы ребята понимали, все должно быть организованно, дисциплинированно, режимно. То есть вот эти режимные моменты построения перед уроками, назначение командиров в отделениях, отвечать маленькие за старших, присвоение званий. Ну, чувствуется, как ребята меняются? Что у них меняется? Я работаю три года в должности, и те ребята, которые поступили при мне, допустим, в седьмом классе, и сейчас они выпускники девятого класса, это даже не вооруженным взглядом видно, они даже внешне поменялись. Ну, внешне – это понятно. Ну, выросли-то они и в красавцев, и в сильных. В поведении внешне, да? Ну, зрительно, конечно, картинка меняется 100%. Мне кажется, у них даже осанка не та какая могла бы быть. Ну, у нас тема-то патриотизма. Согласна. Меня интересуют поведенческие характеристики. Меняются, безусловно, меняются. И отзывы родителей для меня очень важны. Особенно, когда любая мама позвонит и благодарит, говорит о том, что он даже дома начинает нас строить. А не ругаются родители, что вы их там пичкаете патриотизмом? Или вы их не пичкаете этим патриотизмом? Как это происходит? Все дозировано, все правильно, все в системе. То есть, если положено там уроков мужества столько-то, столько-то, а не столько и пройдет. То есть, все дозировано, все в правильном формате. Какие отзывы родителей? Я думаю, что не то, что я думаю, положительные. И самое главное, что я раньше понимала, что результат, вот я видела на конец года, родители видят уже после первой четверти, когда, особенно дети, которые с круглосуточным пребыванием у нас находятся, то есть, они живут целую четверть у нас, родители их не видят по два месяца. И когда ребенок возвращается на каникулы, они даже в словах, в мыслях видят разницу. Но многие потом хотят стать офицерами, как-то связать с армией, с силовыми какими-то структурами. Большинство, но многие по медицинским показаниям не проходят, потому что там же нужны 100% здоровые ребята, у кого-то зрение, у кого-то осанка, у кого-то плоскостопие. Но то, что они становятся настоящими маленькими мужчинами, вот это правда. То есть, это любовь к семье, любовь к родине, к защите слабых. Вот это прежде всего. Здорово. Но самое главное еще, вы знаете, в таких мелких деталях, когда идешь, и тебе открывают дверь, вот я думаю, вот даже вот эти маленькие моменты день делают приятнее. Николай Евгеньевич, вы долго тоже возглавляли военно-патриотический клуб, по-моему, или центр. Ваш опыт расскажите. Ну, во-первых, я ездил, вот могу на примере сказать, ездил с ребятами районов Кировской области в лагерь «Гвардец», который походил в Нижнем Новгороде, в Мулино, в воинской части танковой. И 13-й год съездил, заняли второе место с ребятами, как бы честь области отстаивали. В 14-м году первое место заняли с нашей областной командой. И вот руководитель съездил в 15-м году. Как раз мы говорили о том, что могут ли трудноподростки быть патриотами. И вот мы с ребятами доказали, что они могут. Мне команду собрали полностью с северообласти, которые стоят на учете, ребята, на КДН и ПДН. И вот с этими ребятами... А сколько человек это было? У нас было 30 человек. Тысяча человек? Нет, 30. А, нет, 20 человек везде. 20 человек, да, со всей области. И, как бы, ГФИ, наш, как бы, из Кировской области, сказал, говорит, вот, надо, ребята, занять первое место. Я говорю, ну, давайте посмотрим. Они были не готовы даже к строевой подготовке. Мы заняли по строевой подготовке первое место там, в конечном итоге. И по итогу этого лагеря «Гвардеец», там собирались все кадеты привозка федерального округа. Мы заняли первое место. И потом ко мне подошли руководители военные и спрашивают, что у вас за кадеты? Я говорю, это у меня все ребята, которые стоят на учете. И вот просто гордость за наших ребят, которые именно, можно сказать, хулиганами были. Они приехали домой, рассказали родителям, и они первое место заняли. И гордости предела не было. Родители мне просто звуками засыпали, что мой ребенок изменился вообще в лучшую сторону. И спасибо вам. Скажите, вот какие стимулы вы им даете? Меня вопросы о стимулах всегда интересуют. Почему они хотят измениться? Почему они работают над теми целями, которые вы перед ними ставите? Вот смотрите, перед поездкой, когда я сказал, ребята, говорю, просто я им сказал слово одно. Мы должны защитить честь Кировской области. Просто вот такие слова сказал. И на протяжении этого лагеря это было летним мотивом. То есть мы должны в честь защитить наши родины, малые родины Кировской области. И вот ребята постарались и сделали это. Ольга Анатольевна, но у вас ребята, насколько я понимаю, не только из Кирова, а вообще со всей территории России. А у них-то какой стимул? Как вы их стимулируете? Быть патриотами, учиться хорошо, любить своих родителей? Мы начинали с маленьких стимулов. То есть ребенок, когда приходит к нам в колледж, он становится просто воспитанником. Спустя два месяца, хорошей учебы, дисциплины и так далее, мы всех при торжественном принятии присяги принимаем в кадеты. То есть они получают звание кадет. Открыто говорю о том, что звание кадет не каждый может носить. То есть ребенок должен быть воспитанный, учиться и дисциплинированным. И существует целая система награждений, повышения званий. То есть ребенок в течение года может стать старшим кадетом. То есть у него уже есть какие-то лидерские качества. Если он стал старшим кадетом, он может командовать своим классом, своим отделением. Ну и когда ребята становятся младшими сержантами, сержантами, там появляется такое послабление, что сотовый телефон не изымается. Так как дети у нас находятся во время учебы без телефонов, они в 8.00 сдают и в 17.00 получают. То есть много таких моментов прописанных о том, что ребята, чем выше звание, тем больше ослаблений. Наша передача постепенно подходит к концу. Я еще прошу вас посоветовать нашим слушателям, вот что почитать или что посмотреть, может быть сайты какие-то, книги, фильмы о патриотическом испытании, чтобы, возможно, родители поработали со своими детьми или сами, так сказать, прониклись вот этим чувством? Ольга Анатольевна. Я думаю, что если в семье не смотрели никакого фильма, допустим, при семейном просмотре, надо начать с фильма «Щит и меч» по роману Вадима Кожевникова. Я думаю, что вот это самый базовый фильм, с чего надо начать. И мое пожелание прямо при семейном просмотре... Были почитать этот роман? Можно, можно. Но когда при просмотре и в конце фильма вообще пообсуждать родителю, маме, папе вот на эту тему, с чего начинается Родина. Там ведь и гимн звучит этот. То есть вот это такой базовый фильм, роман, почитать, посмотреть и потом обсудить. Спасибо. Николай Евгеньевич, что-то посадить? Конечно, да. Также точно и про чтению, простые наши хорошие книги о войне, там «Война и мир» фильмы о войне в Великой Отечественной очень полезные, именно которые не новые фильмы, а которые давно, именно после войны вышли. Они сложились за Родину. И «Батарёны просят огня». Вот такие фильмы. Ну и, конечно же, нужно, я думаю, что привлекать детей именно в наполение патриотики, где-то искать места, где заниматься. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом наша передача заканчивается. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были директор частного кадетского колледжа «Север» Чебакова Ольга Анатольевна и член регионального совета боевого братства Заказов Николай Евгеньевич. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. ОМА БАЛАТА ОМА БАЛАТА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова